1 июня отмечается Международный день защиты детей. Наталья Алигелевна Ли из города Нуравшана Ташкентской области знает о детях и про детей практически все. Она является директором государственной общеобразовательной специализированной школы номер 1. С начала нового учебного года в школе ожидаются большие перемены. Учащиеся помимо английского, немецкого, французского языков будут изучать еще и корейский. О тонкостях педагогического процесса, подходах к воспитанию детей в школьных буднях в интервью с Натальей Алигелевной Ли. Школа номер 1. Она не только самая большая, но одна из старейших в городе Нуравшан. Так сложилось, что с момента открытия этого учебного заведения и учащийся, и педагогический коллектив демонстрировали высокие показатели в учебно-воспитательной работе, в педагогическом процессе. Школа всегда лидировала и первенствовала в этих направлениях, поэтому с 1953 года она стала значиться под номером 1. Наталья Алигелевна Ли возглавила школу в 2015 году. Кстати, она сама является ее выпускницей. Наталья Алигелевна, расскажите, пожалуйста, о себе. Почему вы решили стать учителем? Ну, знаете, это вообще-то моя была, да, нынешняя мечта от детства. У меня, во-первых, в семье педагоги, мама моя педагог, тетя педагог, ну и моя младшая сестеронка тоже пошла по стопам. Так что можно искать семейное преемственность. Эту профессию я выбрала, но она мне нравилась с детства. Я считаю, что это очень благородная профессия, ответственная, которая действительно дает детям знания, любовь, можно передать. И видишь результат своей работы. Есть ли у вас ориентиры в профессии, есть ли у вас ваши идеалы, то есть люди, на которых вы равняетесь? Для меня главный пример, это была моя мама. Она у меня педагог с большим стажем, уже больше 50 лет, имеет она учитель русского языка и литературы. Конечно, пример это я видела с детства. Поэтому, может быть, и не зря я выбрала эту профессию. Когда я пришла в школу, я видела своих учителей, как они работают, как они ведут себя. И, конечно, я на них ориентировалась и брала с них со всех примеров. Кто вы по специальности? По специальности я учитель географии. Этот предмет мне нравился со школы, ведь очень всегда интересно познавать о нашей земле, неизведанное. Расскажите об истории школы, ведь школа номер один насчитывает очень богатую и интересную историю. Она основана с 1939 года, но как первая школа она уже была образована в 1953 году. И почему ей присвоили статус первой школы? Потому что это была первая в районе школы с полным средним образованием. А вот само здание на сегодняшний день, это было построено в 1989 году, школы. Ее возглавил наш директор, был долгое время, 32 года проработал заслуженный учитель Ли Федор Ильич. Его подхватила эстафету Ли Наталья Анатольевна, ну и уже продолжая в деятельности я. С назначением на должность директора хлопот и обязанностей у Натальи Алигеревны прибавилось. Решать приходятся вопросы и проблемы самого разного характера от бытовых, связанных с ремонтом и оснащением школы, до воспитательных и участия в разного рода проектах и программах. Наталья Алигеревна, Вы мне сказали о том, что каждый класс похож на своего классного руководителя. Справедливо ли будет утверждать, что вот сколько у Вас классов в школе, столько и разнообразных характеров? Да, я это сказала, потому что уже наблюдаю много лет за этим. Дети, они повторяют своего учителя. Они, видимо, берут за пример, за ориентир и стараются быть похожим на него. Это хорошо, это тоже положительная динамика, если они берут пример с учителя. А каково количество учащихся в школе номер один города Наравшана на сегодняшний день? На сегодняшний день у нас составляет 1827 учащихся, 86 педагогов работают здесь, все с высшим образованием. Из них 7 учителей являются высшей категорией, 20 учителей первой категории, 28 второй категории. Много ли среди Ваших учителей, педагогов, которые носят вот эти почетные звания, лучший учитель года? У нас достаточно учителей. У нас Лижана Айказовна принимала также участие в этом же конкурсе в 2008 году и заняла третье место в республике. У нас Турсинова Дельфоза Соберджановна, победитель оплосного конкурса также. Таких у нас достаточно учителей. Много у нас есть отличников народного образования также. Разнообразную и насыщенную школьную жизнь, прочные знания учащихся, успехи выпускников школы номер один невозможно представить без педагогического коллектива, людей, влюбленных в свою профессию, глубоко преданных ей, чья деятельность может быть приравнена подвижничеству. Школа — это для нас второй дом, жизнь, в которой мы проживаем вместе со своими учениками, отдавая им свою любовь, свои знания, свой опыт. И, конечно же, хотим, чтобы все наши ученики нашли свое место в жизни. Самое главное, в первую очередь, найти путь, ключ к сердцу каждого ребенка. То есть у тебя должна быть обратная связь, ты должен быть на связи с каждым ребенком. Если кто-то что-то не понимает, я стараюсь подходить, объяснять каждому, и чтобы никакой ребенок не остался без внимания. Наталья Олеговна не только молодой директор, она еще и молодой депутат. Всю работу школы она строит так, чтобы было удобно и учителям, и детям, и так, чтобы мнение о школе стало еще лучше. Есть ли среди ваших учеников победители районных, городских, областных, республиканских олимпиад? У нас таких учеников много. Вот выпускница наша, 11-го класса, Антонова Диана, она стала победительницей областной олимпиады по русскому языку и литературе. Она закончила школу в прошлом году и пошла именно в этом направлении. Стала студенткой Ташкентского государственного университета, именно факультет по русскому языку и литературе. И мальчики 11-го класса, Канна Артем и Фогель Евгения, стали победителями конкурса программистов «Миллион дастур». Они участвовали во взрослой группе, выиграли этот конкурс. Гордость любого педагога – это его ученики, ученики, которые достигли определенных высот в жизни. А кто является предметом вашей гордости? Когда видишь, что ученики возвращаются в школу и становятся коллегами, это, конечно, очень дорого стоит. Наши учителя – это в основном наши же выпускники школы. Наша школа очень большая и светлая, в ней преподают очень хорошие учителя. Нам нравится учиться в нашей школе, потому что учителя очень интересно ведут свои уроки и хорошо знают свой предмет. Я хочу рассказать про свою школу то, что наш уважаемый директор Ли Наталья Олеговна старается подобрать очень компетентных преподавателей. И по этой причине мы всегда посещаем занятия с интересом и никогда не любим пропускать их. Школа находится в удобном месте, и все мы живем недалеко от нее. А так как она имеет хорошее значение не только в области, но и в республике, мы гордимся тем, что учимся именно в этой школе. Ученики нашей школы являются участниками городских, областных и республиканских олимпиад, где занимают призовые места. Я была участницей областной олимпиады по праву, где заняла третье место. Это не только моя заслуга, но и заслуга преподавателя Салават Шалкатовича, директора и всей нашей школы. Моими любимыми предметами является русский язык и литература. В 2018-2019 годах сама принимала участие в олимпиаде и занимала первые места. Это все заслуга моих преподавателей и наставников, которые поддерживали меня и давали нужные знания. В будущем сама хочу стать учителем русской литературы, так как это очень интересные предметы, и хочу делиться знаниями с будущими поколениями. Наталья Олегелевна, а какими качествами должен обладать, на ваш взгляд, современный учитель? Он должен быть профессионалом, профессионалом в своей работе, ответственным, дисциплинированным. Конечно, любой учитель должен быть креативным и немного артистом, любить свою профессию детей. Есть ли кружки, есть ли определенные секции? Действуют ли при школе какие-то творческие студии? В школе ведутся все предметные кружки, а также по пяти направлениям. Работает это спортивный, это театральный кружок. Читальный зал. Именно дети посещают эти кружки, им очень нравится. Действительно, они заняты. У нас, например, очень много спортивных кружков. Среди ваших учащихся есть победители уже международных конкурсов, которые прошли в России. Так ли это? Да. Наши ученицы, они участвовали в Санкт-Петербурге. Петербургская весна. Стали лауреатами и победителями этого конкурса. В мои школьные годы само слово «директор» вызывало определенный трепет, уважение, но даже иногда и некоторый страх. Как часто вам приходится проявлять строгость по отношению к вашим ученикам? Вы знаете, где-то приходится проявлять строгость. Но в основном я стараюсь с детьми разговаривать, чтобы не вызывать страх. Мы должны не вызывать страх, мы должны вызывать уважение. Примером своим. Стараться с ними беседовать, вести разговор. Именно подбирать к ним такие ключики к характеру, чтобы действительно до них дошло. Мы не должны внушать страх. Это не страх, а уважение, скорее всего, должно быть. Наталья Легелевна, согласны ли вы с таким утверждением, что современная школа должна давать только знания, а процессом воспитания должны заниматься родители? Конечно, школа, она в первую очередь дает образование. Но помимо этого у нас присутствуют здесь разные направления. Такие как мы прививаем физическое воспитание, трудовое воспитание, духовно-просветительское, патриотическое. Поэтому все это должно совмещаться вместе. Семья, конечно, это в первую очередь, но школы это второй дом, где мы должны их не только учить знаниями, но и воспитывать настоящими людьми. Поэтому воспитание обязательно в школе должно прививаться. К 1 июня отмечается Всемирный день защиты детей. Ваши пожелания вашим детям, ведь каждый директор, каждый учитель считает своих учеников своими детьми. Мне хотелось бы пожелать им самое главное – мира, счастья, добра. И в эти непростые дни, когда идет пандемия по всему миру, чтобы они всегда оставались здоровы. Мечта любого директора школы и любого учителя – видеть своих учеников успешными, грамотными, достойными людьми. А еще, конечно, чтобы школа была конкурентноспособной. Мы поздравляем коллектив общеобразовательной специализированной школы номер один города Муравшана с завершением очередного учебного года и желаем новых успехов и достижений. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok